Ну я тогда почитаю последние стихи, которые еще не опубликованы, может и не будут опубликованы. Все, да? Процесс пошел. Стихотворение, посвященное Юлию Гуглеву. Чего изволите, прикажете чего, о чем вы думали и не произносите. Чей кролик застрелился в реквизите, таков заделав шум из ничего. Подняв волну, держался он на ней, покуда дело не дошло до суши. За вашим столиком оно всего видней, то место, где развешивал он уши. За вашим столиком всего круглее земля, всего быстрее вращения, превращения. А вот и кролик, что забавой для, явился под личиной угощения. Он был приставлен нынче ко двору, где на своих двоих заказан столик. Если я от смеха не умру и не лишусь сознания от колик, Не потеряю разговоры нить, подхватывая темы проходные, То я прошу заказ сей отменить и возместить расходы накладные. Не снегом единым покроется лес, но также вещами иными. И ты, между прочим, с пристрастием и без, давно наблюдаешь за ними. Ручей, обернувшийся в девственный лед, в себе за глаза отражает, Как будто валькирий воздушный полет, и это сперва освежает. А после Терновы бежит холодком за вдруг распустившийся ворот, Так воин течением смутным влеком в затопленный заживо город. И кажется, разве что, глазки самокми, в день пуговку в петлю потуже, Что это как будто идет изнутри, и все погибает снаружи. Стихотворение, посвященное Галине Альпериной. Вот так одни посвящения пошли. Что значит имя? Проза пахнет прозой, посудой в мойке, Ржавой водичкой, Подтаившей в кармане шоколадкой, И прочими вещами. Что с того? Немного приземленными, земными, скорее всего, Не низменными, плотскими, какими и не такими, Что, подняв глаза, от высоты слетает капюшон, А грамотно закрученная проза. Она как бы единственная поза. Младенца, что у матери в утробе, Парит себе в молчании послушном, Влекомый разве шариком воздушным, Над горными, равнинными, степными, Над странами, чужими и своими, Один в ночи, не с нами и не с ними, Пока ему присматривают имя. Еще стихотворение, короткое. Окно открылось, и упала ваза, Цветок сломался, развелась вода, Тайком всплыла двусмысленная фраза, Чтоб в памяти остаться навсегда. Она прибилась бабочкой бродячей, Вернее, ее дедушкой червем. Она отлично справилась с задачей И четко объяснила, что почем. Стихотворение, посвященное Феликсу Чайчику, Мои друзья, много посвящений получилось. Самолетик над морем зависнет, Ровно четверть минуты всего. От него ничего не зависит, Все зависит теперь от него. Я волной с головою укроюсь, Чтоб не видеть, не думать, не знать, Как встречаются время и скорость, А затем обращаются вспять. В этой пересечении точки Обнаружен душевный надлом. И теперь мы висим на цепочке С самолетиком бедным вдвоем. Ну, тогда еще такой диптик последний. Ночь коротка, вот и память туда же, По переулкам, во тьме пустырям, Что-то скрывая, роняя, и даже Что-то уже навсегда потеряв, Мы проглядели, глядели сквозь пальцы И упустили в цепочке звено. Нет за него больше смысла цепляться, Но как магнит остановит оно. Хрупкий такой механизм восприятия Вечных песчинок, прозрачных на свет. Это последнего время объятия И уклоняться времени нет. Второе. Мы играли вам на свиреле, Только вы на нас не смотрели. Из огня доставали каштаны, Получалось не очень. Как странно, Не довольствуясь тишиною Говорить с городской стеною, Но довольствуясь темнотою Очутиться вдруг за чертою, Так давайте же веселиться, Невзирая на третьи лица. Пусть хорошего будет столько, Сколько можно вынести только. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»